Чистая, просторная, светлая. С начала декабря в селе Лобаново свои двери открыла врачебная амбулатория. Строить ее начали в мае 2023 года. А с начала декабря здесь уже принимают пациентов. Стоимость проекта составила 286 миллионов тенге. Данная врачебная амбулатория будет обслуживать также периферические сельские округа. Это Альжанка, Шалкар и Заря. В данной врачебной амбулатории у нас работает сам врач общей практики. Также привычная медсестра, психолог, соцработник и медсестра приема акушерского, то есть для принятия беременно. Отдельно у нас здесь есть медсестра, которая обслуживает детское население. До строительства врачебной амбулатории мы арендовали здание в течение двух лет. Сельчане очень рады, что врачебная амбулатория теперь находится в отдельном комфортном и теплом здании. Мы очень рады таким переменам. Специалисты у нас хорошие. Хотелось, чтобы они работали в соответствующих условиях. И пациентам приятно приходить в такое здание. 30 лет мы ждали этого времени. 30 лет. Работали и в холоде, и все. А это какое светлое здание, какое кабинет. Как девочкам будет приятно работать. Такой подарок нам к Новому году. Аж душа млеет, сердце поет. Вот за вот эту красоту, которую нам построили. Кавиас Нурмухамбетов ознакомился с работой амбулатории. И отметил, что в случае возникновения проблем в процессе эксплуатации здания, подрядчик в данном случае, это ТОП МК-5, должен будет незамедлительно их устранить. Кроме того... Я сказал главе облздрава, что в здании врачебной амбулатории следует открыть аптечный пункт. Управление займется этим вопросом, так как в селе нет аптеки. А Рыкбалыкский дом культуры – еще один объект программы главы региона. Год назад в здании 1985 года постройки провели капитальный ремонт. Сделана крыша, кровля полностью заменена. Второй этаж у нас был, половина функционировала, половина нет. Просто кабинеты были закрыты. Второй этаж полностью сделан. Мы теперь имеем возможность больше открывать кружков. Отремонтировал танцевальный зал, зрительный зал, отремонтирована входная часть, сделаны туалеты, горячая вода у нас сейчас, душ работает, у нас работает спортивный зал. Занимаются здесь, вот и подростки занимаются здесь, старшие поколения занимаются, поэтому это очень здорово. Удачи вам, всего самого доброго. На втором этаже есть большая библиотека, а также зона, где сельские ребята могут не только почитать, но и позаниматься творчеством. Каждый ходите? Ну хорошо. Хватает все? Да. Красок? Да. Ну молодцы, здорово. Не холодно? Нет. Клава региона встретился здесь с сельчанами, ответил на их вопросы. Анатолий Миголь говорит, что в Рыкбалыке необходимо отремонтировать две дороги. Хакимобласти заверил, что одну из них приведут в надлежащий вид уже в следующем году. Интересовали жители и другие проблемы. В школе более 300 детей школьного возраста. И мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели вопрос о том, чтобы открыть филиал центра дополнительного образования у нас в поселке. Ну это бы было хорошо, чтобы создавались рабочие места для наших односельчан, а также какое-то развитие для наших детей. Мы готовы в рамках действующего текущего бюджета, который есть утвержденного, рассмотреть открытие филиала на базе школы, либо на базе ДК. Главное, какой интерес есть у детей, находим преподавателя и, соответственно, открываем кружок. Беспокоя сельчанам вопросы, связанные с медицинскими кадрами. В Рыкбалыке отсутствует педиатр. В данной врачебной амбулатории работают два врача. Один сейчас доктор в декрете. Врачи общей практики, они обслуживают как взрослые, так и детское население. И проблема с врачами-педиатрами в целом по республике. В определенный период реформирования системы здравоохранения были отменены педиатрические факультеты. И сейчас данный объем педиатров только нарабатывается. Программа посещения района имени Габита Мусрепова глава региона начал с осмотра фельдшерско-акушерского пункта в селе Тахтаброд. Стоимость проекта 260 миллионов тенге. Работы здесь вышли на финишную прямую. Акимобласти поручил закончить их в кратчайшие сроки. В селе Сокологоровке Гауестур Мухамбетов встретился с сельчанами. С некоторыми из них ранее он беседовал лично на приеме граждан в областном Акимате. Сюда нужно завести хорошего инвестора, который будет поднимать эту деревню, который будет прислушиваться к людям, который будет развивать это все. Почему бы нам с вашей помощью, чтобы вы нам немножко помогли поставить того инвестора, которого хочут люди. Пайщики сел Сокологоровки Тахтабруда длительное время настаивают на смене инвестора и не без причины. Сейчас их земля находится под гарантией. Поручителем в данном случае выступил национальный управляющий холдинг «Байтирек». Сельчане подали в суд на виновных, чтобы защитить свои права. Первый заместитель главы региона объяснил, почему люди самостоятельно не могут выбрать инвестора, который будет распоряжаться землей. «Байтирекам подано иск в суд. Решение будет принято в январе месяца. У «Байтирека», как у нацкомпании, есть свои требования. И на них повлиять вам или мне мы не можем. Право землепользования будет выноситься на аукцион. Поэтому это будет идти на площадке электронных торгов. Ситуация очень сложная. Где же на мониторинге?» Сельчане рассказали, что местное товарищество «Кастройтрейд» 4 месяца не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Таким образом, ТО задолжало рабочим около 36 миллионов тенге. «Няким районам я поручения не даю. Заявление будет писать на инспекцию труда. Прокуратура, все органы будут заниматься именно этим предприятием. До Нового года надо открывать проверку». В Сокологоровке сельчане ждут свои поевые выплаты. Помочь с решением этого вопроса пообещал руководитель предприятия «Кразнознаменский-2». В районе имени Габита Мусрепова очень много образцово-показательных сельхозформирований, которые делают все возможное для сельчан. ТОК «Селео» – одно из них. Глава предприятия Серик Малаев провел в главе региона экскурсию по объектам своего товарищества. Кауестер Мухамбетов ознакомился с работой котельной, которая функционирует на биотопливе. Узнал о том, какую модернизацию претерпели зерноток и диспетчерская. Мы ставим цель – это увеличение производительности труда в единицу времени. Здесь работают все, специалисты работают, вечерняя планировка проходит здесь. Товарищество использует в своей работе современные технологии, чтобы максимально систематизировать всю работу и год за годом улучшать показатели. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК